Друзья, всем привет! Это блог Артема Краснова. И сегодня расскажу вам про один прикол в правилах, который уже много лет вызывает довольно ожесточенные споры. Вот смотрите, какая ситуация буквально на днях произошла в одном из наших дворов. БМВ синий ехал из глубины жилого массива. Справа в него врезался Рено, который выезжал с небольшой дороги, идущей вдоль этого жилого массива. Кто по-вашему виноват? Зафиксируйте ответ в комментариях, прежде чем мы начнем разбирать. И потом вы увидите, что все не так однозначно, как кажется. Вообще жители этого района говорят, что аварии здесь происходят регулярно. И кроме того, они всегда вызывают огромное количество споров. Ну, это понятно. Почему? Потому что те, кто едут по траектории БМВ, они считают, что они едут прямо. А в России как-то так принято, что если ты едешь прямо, то все тебе должны уступать. Те же, кто едут по траектории Рено, они считают, что у их оппонентов есть помеха справа. Соответственно, те должны уступать. Когда мне первый раз показали эту ситуацию, моим самым таким вот очевидным ответом было, что все-таки прав водитель автомобиля Рено, потому что имеем пересечение вроде бы двух равнозначных дорог. Соответственно, правила правой руки и так далее. Кстати, напомню, что это правило разбросано на самом деле по трем пунктам ПДД для разных ситуаций. Я в описании закреплю ссылочку на ликбез на эту тему, если захотите, освежите в памяти. Обратите, кстати, внимание, что все произошло внутри жилой зоны, которая обозначена знаком на выезде. Так вот, при всей вроде бы очевидности этой ситуации, приехавшие на место сотрудники ГИБДД увидели вину автомобиля Рено. Почему? Потому что БМВ, по их мнению, двигался по улице. Я посмотрел на карту и действительно, ну, по крайней мере, вот Google карта обозначает данный проезд улицей. Вот, можете сами посмотреть. То есть, получаем некий парадокс. С одной стороны, это жилая зона, а в жилой зоне действует раздел 17 ПДД. Там три или четыре пункта, я точно не помню. Ну, например, один из них разрешает пешеходам ходить по проезжим частям внутри жилых зон. Естественно, что на обычных улицах это не разрешено. Поэтому, вроде бы, не может такого быть, чтобы по территории жилой зоны проходила улица. Я спросил, что об этом думает практикующий автоюрист Лев Варапаев. И вот, что он ответил. Мое мнение, что раз знак жилая зона установлен, значит, на всю территорию, перед которой он установлен, распространяются требования правил дорожного движения на жилую зону. Таким образом, водители должны руководствоваться именно этой главой правил дорожного движения и, соответственно, пунктом 8.9 правил дорожного движения. Другими словами, эксперт тоже отметил это противоречие. И внутри жилых зон улиц, по идее, быть не должно. Но вот в данном случае она есть, есть дома, которые на ней расположены и так далее. Тем не менее, юрист считает, что, в принципе, водитель Рено может побороться за свою правду. Я бы даже хотел взглянуть на эту ситуацию пошире. Потому что в России ведь жилые зоны обозначаются далеко не всегда. И очень часто я и в своем городе, и когда путешествую, попадаю в какой-то новый красивый жилой массив, он там размером с целый поселок. И в этом массиве дома, они такими клеточками, сотами стоят, между ними есть проезды. Внутри этих жилых комплексов есть какие-то свои дворовые площадки. И когда ты едешь мимо таких жилых домов, ты зачастую не понимаешь, ты едешь по какой-то улице или переулку, пусть даже очень маленькому, или ты едешь по такой же дворовой территории, просто она находится с внешней стороны дома. Соответственно, перед каждым пересечением возникает такая дилемма. Либо мы приближаемся к какому-то выезду из двора, либо это пересечение равнозначных дорог, и действует то же самое правило правой руки. Короче говоря, вопрос в следующем. Как нам отличить выезд из двора от просто пересечения равнозначных дорог? Вот что считает Лев Варапаев. На самом деле это проблематично сделать, и можно эту проблему решить только против запроса соответствующей схеме организации дорожного движения. Если ее нет, то водителям крайне тяжело разобрать, какой это является перекресток. И, соответственно, они в этой ситуации лучше действовать таким образом, чтобы пропускать другого участника дорожного движения, чтобы избежать всех неприятных ситуаций, вытекающих последствий из того, что водитель может узнать, что, оказывается, он двигался по второстепенной дороге и должен был все-таки уступать дорогу. На самом деле это довольно старая проблема. И вот за последние лет 10, не соврать, я, наверное, каждый год получаю жалобы вот на такие ситуации, и очень часто как раз они заканчиваются авариями. Иногда отличить выезд с прилегающей территории или из двора действительно очень просто. Ну, то есть это все очевидно. Например, там, если стоит около дороги автозаправочная станция, то понятно, что это прилегающая территория, в правилах это четко прописано. Но очень много ситуаций, когда это совершенно не очевидно. Проблема в том, что зачастую нет никаких визуальных признаков, как отличить выезд прилегающей территории от пересечения равноценных дорог. Да их, по сути, не должно быть, потому что ведь эти статусы территории определяются с помощью градостроительных документов. И водитель за рулем, естественно, не имеет к ним доступа. У него очень мало времени на принятие решения, поэтому зачастую он и не имеет возможности разобраться, что же это на самом деле. Короче говоря, такая серая зона в правилах есть, и совета здесь два. Во-первых, если вы едете по такому вот большому жилому массиву, особенно если это чужое место, то всегда будьте готовы уступать. То есть вам может казаться, что там у человека помеха справа, а потом выяснится, что он ехал по какой-то улице, которая обозначена, и все про это знали. Ну и так далее. Поэтому, если видите, что человек ломится, лучше его пропустите. Если же ДТП произошло, то не спешите брать вину на себя или, наоборот, обвинять оппонента. Попросите сотрудников ГИБДД сделать запрос и разобраться в статусах территории. То есть является ли одна из дорог выездом с прилегающей территории, или это полноценная улица, или это переулок и так далее. То есть все эти документы уже постфактум, они доступны, и по ним выносится вердикт. Ну и по уму, конечно, все такие сомнительные пересечения должны быть обозначены знаками. И, кстати, я вижу, что во многих новых районах эти знаки стали появляться. Но не везде, так что будьте осторожны. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, и обязательно напишите, что вы думаете об этой ситуации в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки,